В Ульяновской области смертность от ковида сократилась на 34%. Об этом сообщил на правительственном часе в законодательном собрании заместитель председателя правительства Сергей Кучин. Заседание в целом посвятили новой коронавирусной инфекции. Сегодня наш регион занимает 33 место по уровню летальности от коронавируса среди регионов России. В период распространения второй волны COVID-19 область находилась на 14 месте. Общий коэффициент смертности по Российской Федерации составляет 14,6. При этом в Ульяновской области по результатам 2021 года он достиг 19,6, что позволило нам занять 66 место по Российской Федерации. В прошлом году COVID-19 занял более 20% среди причин смертности жителей региона. При этом более 44% от общего числа умерших скончались в Ульяновской области из-за заболеваний системы кровообращения. Таким образом, COVID-19 находился на втором месте среди всех причин смерти в регионе в 2021 году. Под COVID развернуто более полутора тысяч коек. При этом наш максимальный резерв составляет больше трех тысяч коек. Из них 334 штатные койки и 1300 перепрофилировано. Наличие большого резерва позволяет нам максимально плотно загружать в стационары и иметь достаточно небольшой свободный коечный резерв. То есть койки начинают эффективно работать. Из них, как вы видите, коек с подачей кислорода более 1100. В период пандемии коронавируса врачи осмотрели более 180 тысяч пациентов. Выдали более 80 тысяч больничных листов. Доставили пациентам более 330 тысяч упаковок лекарств. Помогают медикам ординаторы, студенты-медики и автоволонтеры. С 30 января приступило к работе в амбулаторном звене медорганизации. 91 клинический ординатор УЛГУ, 14 врачей из специализированных учреждений здравоохранения, 36 студентов медколледжей и 324 студента медицинского факультета УЛГУ. Особенно хочу отметить большую и действительно реальную помощь со стороны волонтеров и особенно автоволонтеров. Да, их немного, но они очень здорово нам помогают. За что им в первую очередь низкий поклон. В Ульяновской области запущен и эффективно работает телемедицинский центр. Благодаря приходу в центр нового руководителя его работа была модернизирована и улучшена. В штате работает 4 врача, 66 операторов. Также 34 врача работают в формате дистанционного консультирования. Для сложных пациентов специалисты вызывают скорую помощь, в легких случаях консультируют сами. Для сложных пациентов специалисты вызывают скорую помощь, в легких случаях консультируют сами, что соответствует алгоритму, утвержденному Минздравом России. Правительственный час завершился обсуждением и подведением итогов. По мнению депутатов, Минздраву нужно обратить внимание на кадровый вопрос и оценку работы врачей населением. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.